Музыка Как жизнь, ребята? С вами Бенни. У меня нет математического или бухгалтерского образования, но я понимаю, что когда вы теряете 400 миллионов долларов, это неважный показатель здоровья вашего бизнеса или вашего ума. И особенно, если вы теряете 400 миллионов долларов на заветных, любимых франшизах, таких как Marvel и Indiana Jones, то вы точно портачите. Сделать крупную криптоставку — это одно, но совершенно другое — потерять 400 миллионов долларов на Indiana Jones, одной из самых успешных франшиз в истории человечества. О, детка, но случилось именно это. Indiana Jones и Marvel принесли Диснею 400 миллионов долларов убытка. Новый финансовый отчет Диснея показывает, что пятый фильм об Indiana Jones принес свыше 100 миллионов долларов убытка. Ух, они не приводят показатели потокового вещания, но давайте просто скажем, что Indiana Jones и Колесо Деменции проиграл звуку свободы от Angel Studios. Да, верно, хорошо, это просто моя мысль, но взять своих любимых, заветных, культовых героев, Индиану Джонса и Люка Скайуокера, и испортить их, и унизить их ради женщины-босса, кажется, что это плохая бизнес-стратегия. Давайте посмотрим на цифры. О чем они говорят? Вау! Смелая стратегия. Вот акции Диснея за последние пару дней. Абсолютный и полный крах. Дисней терпит крах на бирже, и Дисней очень-очень нездоровая компания. Диснеем управляет убийца франшиз Боб Айгер. Человек, прежде всего, известный благодаря персонажу из Южного парка, требующему добавить цыпочек, сделать их геями и тусклыми персонажами. Кто-кто, а Илон Маск совсем не тусклый. Наверняка было бы здорово получить помощь от богатейшего человека, когда ваш бизнес рушится. Именно это понял Твиттер. Именно это поняли многие компании, очевидно, инвесторы из SpaceX, и Tesla, и другие. Илон Маск принес им много денег. Парень знает, как управлять компанией. Он знает, как управлять медиа-компанией. И, конечно, было бы здорово, если бы Илон как инвестор... Не так ли? Акции определенно взлетели бы вверх. Илон говорит, что определенно купил бы акции Диснея, если бы инвесторы выбрали Нельсона Пельтса в совет директоров. В чем тут дело? Нельсон Пельтс бросает вызов Диснею, претендуя на место в совете директоров, покупая кучу акций и как бы отбирая власть у тщательно отобранных членов совета директоров Диснея, полностью подконтрольных Бобу Айгеру. Если у вас не будет единогласного совета, то Нельсон Пельтс сможет вносить изменения в контент Диснея, которые могут понравиться аудитории. Нельсон Пельтс определенно должен быть в совете директоров Диснея, говорит Илон Маск. Он поможет реформировать компанию, повысить качество продукта и в целом будет работать в интересах акционеров, как и в других компаниях. Это значительно повысит стоимость акции Диснея. Разве не в этом смысл? Вы глава компании, как-никак. Это не благотворительность. Хотя я не владею акциями Диснея, я определенно купил бы их, если бы Нельсона выбрали в совет. У него отличный послужной список. Илон Маск богатейший человек в мире. Если бы он купил ваши акции, может быть Диснею стоит уступить и позволить одному парню, который любит Дисней и у которого больше всего акции Диснея, может быть им стоит принять его в совет, верно? Дисней не принимает Нельсона Пельтса в совет директоров. Дисней побеждает в прокси-битве. Акционеры полностью переизбрали совет. То есть они не смогли уступить одно место парню, который хочет сделать компанию лучше. Не забывайте, эти люди принесли вам 400 миллионов долларов убытка. Только от двух фильмов. От культовых франшиз. Да. Марвелу и Индиане Джонсу понадобилось где-то три года, чтобы из миллиардных блокбастеров и любимых героев-боевиков превратиться в финансовое посмешище. Что может привести к банкротству всей компании. Дамы и господа, конечно Дисней боролся с Нельсоном Пельтсом, потому что они не могут позволить кому-либо бросить им вызов, как это сделал Илон Маск в нашем любимом знаменитом интервью. Это было частью тура извинений. Рекламодатели уходили. Я надеюсь, они уйдут. Вам не нужна их реклама? Нет. Если кто-то хочет шантажировать меня рекламой, деньгами... Идите нахуй. Идите нахуй. Привет, Боб. Фраза «Привет, Боб» заставляет меня смеяться каждый раз, когда я это смотрю. Илон Маск опубликовал стандарты, многообразие и инклюзивности для контента Диснея. Анонимный источник только что прислал мне это. Это обязательно к исполнению. Утвердившийся расизм и сексизм. Илон Маск, очевидно, очень сильно подгадил им. Дисней атакован жалобами о нарушении гражданских прав, так как актеры из недостаточно представленных групп отодвигают на второй план белых мужчин-христиан на основе файлов, слитых Илоном Маском. И так теперь на Дисней подают в суд. Трудно представить, как они выиграют. Как бы вы выиграли? То, о чем здесь говорится, незаконно. По сути, здесь говорится, что они собираются уволить всех белых мужчин из-за цвета их кожи. Это напрямую противоречит закону о гражданских правах. Это мое определение незаконного. Боба Айгера весьма огорчает все это. Его недавно спросили в интервью, что он думает о былоне Маске. Парня, который потенциально мог бы спасти компанию, верно? Инвестируя. Вам просто нужно дать Нельсону Пельсу место в совете директоров вашей убыточной компании. Но нет. О, нет. Никто не помешает нам слепо катиться в пропасть. Говоря о враждебности, я знаю, что вы в курсе того, что говорил и продолжает говорить Илон Маск. По крайней мере, он выкладывает посты на своей платформе Икс. Как вы к этому относитесь, учитывая, что такая публичная фигура, как Маск, постоянно преследует вас? Я игнорирую его. Правда? Да. Это неважно для компании Уолл Дисней или для меня лично. Итак, когда он говорит, что купил бы акции, если бы Пельс был в совете директоров... Следующий вопрос. ...и он донимает вас, потому что он ведет анти-Волл компанию? Люди донимали меня и нашу компанию годами, и я просто не отвлекаюсь на такие вещи. Эта история с Волл имела больший эффект. Вы сказали, что хотели бы быть вне культурных войн. Вы считаете, что вам это удается? Ну, я думаю... Да, я имею в виду, что шум вокруг этого стих. Я проповедовал это в компании долгое время, до моего ухода и после моего возвращения. Наша цель номер один — это развлечение. Я думаю, термин «Волк» используется всюду довольно либерально. Простите за невольный каламбур. Я думаю, многие люди не понимают, что он на самом деле означает. Вброс посланий, как своего рода первоочередной приоритет в наших фильмах и сериалах... Послание! Послание! ...не является нашей целью. Они должны развлекать. И если компания «Дисней» может положительно повлиять на мир, будь то поощрение, принятие и понимание людей всевозможных типов, здорово, но в целом, в первую очередь, наша компания должна быть развлекательной. И я много работал над этим. Правда? Да. А в каком плане? Что вы имеете в виду? Вовлечение наших менеджеров, вовлечение креативного сообщества, возвращение к нашим корням и гарантия того, что у всех одинаковое представление о наших приоритетах. Мы пытаемся ориентироваться на очень разнообразную аудиторию. И с одной стороны, наши истории должны отражать аудиторию, на которую мы нацелены. Но эта аудитория, так как она очень разнообразна, прежде всего, она хочет развлечься, и иногда некоторые вещи могут вызывать у нее неприязнь. Нам просто нужно быть более чувствительными к интересам широкой аудитории. Это непросто, потому что вы не можете всегда всем угодить. Да, мы не можем всегда всем угодить, поэтому мы судимся с Роном Десантисом. Так как нам не нравится его законодательство, потому что мы как бы правительственная структура. Рон Десантис — губернатор штата, избранный людьми, но никто не выбирал Дисней. Мы судимся с Роном Десантисом, потому что Рон Десантис говорит, что родители должны решать за своих детей, а не хищники Диснея. Ух ты! Подумать только! Боб Айгер признал свою ошибку, они отозвали все свои иски против Рона Десантиса. И теперь планируют значительно расшириться после того, как Рон Десантис вырвал у них их маленькие привилегии во Флориде. После урегулирования с Десантисом сообщается, что назначенный наблюдательный совет планирует крупнейшее в истории расширения тематического парка «Сказочное королевство». Рон Десантис в своем твите написал «Не совсем то, что левые корпоративные СМИ предсказывали в прошлом году». Я склонен согласиться с ним, дамы и господа. Я склонен согласиться. Звездный час Десантиса. Он выиграл этот бой. И Боб Айгер был вынужден это признать, верно? Прямо признать. Досадное поражение, дамы и господа. Все это плохо. Плохо. Потому что нас, как страну, так мало объединяет. Людей здесь мало что объединяет. И некоторые из этих заветных культовых вещей теперь мертвы. Некоторые вещи объединяли в страну, такие как спорт, развлечение, музыка. И сейчас каждый атлет преклоняет колени. Вы чаще видите Тейлор Свифт, чем игры национальной футбольной лиги. Вы видите рейды в доме Диди. И вы видели, как убивали Звездные войны. Звездные войны уничтожены. Индиана Джонс уничтожен. Разрушитель брендов. Боб Айгер. Облажался и, по сути, говорит, я проиграл. Я хочу перейти к другим новостям, потому что у нас осталось мало времени. Вы урегулировали спор во Флориде. С этим делом покончено. Вы довольны новым соглашением? Есть еще федеральное дело, еще не все закончено. И есть еще... Дело о свободе слова. Дело о свободе слова. Но мы смотрим на то, что мы сделали там. Я упомянул это на нашем ежегодном собрании на днях. По-моему, это было вчера. Вчера, вчера. Кажется, что это было месяц назад. Мы называем это беспроигрышным вариантом, как для штата Флорида, так и для компании Уолт Дисней. Мы урегулировали дело на уровне штата. И это дает нам возможность более эффективно, более глубоко вовлечь наблюдательный совет, который также был в некоторой степени воссоздан, и привлечь необходимые инвестиции, не только чтобы развивать наш бизнес, но и для развития штата Флорида. Чтобы создать больше рабочих мест, принести большую прибыль штату, мы сделали хорошую задачу. Да, и так, конфликт между губернатором Десантисом и вашей компанией исчерпан. Я хотел бы на это надеяться, но я не могу говорить за губернатора Десантиса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!